Система жизнеобеспечения активирована. Привет, это Планеткрафтер, и мы возвращаемся сюда, чтобы закончить терраформирование этой планеты. Планета, конечно, очень сильно изменилась, ее прям-таки не узнать. Особенно это место. Там появились водопады. А, это у нас теперь новенький биом получается. Здесь у нас такие прекрасные джунгли с цветками. Теперь посмотрим, появилось ли что-нибудь новое на торговой площадке. Семена дерева неинтересно, личинки, бабочек, икра. Складской шкаф Т2, интересно. Предохранитель оптимизации производства. По-моему, мы раньше такие штуки могли производить. Жилой отсек 3х3, дрон Т2. Округлый жилой отсек, голографический проектор. Используйте его на экране чертежи, чтобы разблокировать новый чертеж. Интересная штука. Фонтан. На кой черт нам фонтан здесь? У нас водопады есть. И жилой отсек с куполом. Посмотрим наши корабли, заполнены они или нет. У нас же тут бизнес на тканях. Корабли заполнены только наполовину. Ждем, пока дрончики натаскают еще. А, смотри-ка, у нас появился оптимизатор машин. Это для которого предохранители нужны. Сюда предохранитель вставляешь, и он повышает мощность машин поблизости. А еще у нас появился генетический экстрактор. Позволяет извлекать гены из множества живых существ. Это что, я буду генным инженером, что ли? Допустим, стартовая площадка для ракеты есть, торговая есть. А вот генератор порталов, это что на новое? Позволяет добраться до отдельных разбитых кораблей и найти уникальные предметы. Столько всего нужно, и в том числе предохранитель оптимизации энергии. Надо будет их покупать. А может я их и производить могу, в принципе, эти? Сейчас я посмотрю. Могу я их производить или нет? Супы, супы, супы. Тут куча всякого сладкого. Мне это не нужно. Скорее всего, нет. Предохранители производить я не могу. О, тортик мой. Шикарный мой тортик. Ничего нового на кухне не добавилось. Все, что здесь представлено, мы ранее уже готовили. Посмотрим здесь. Что-нибудь здесь новое у нас появилось. В принципе, ничего интересного. Все по-старому. По поводу денег. Раз нам нужны предохранители, их нужно покупать. Они стоят прилично космических бабосиков. Так, я хотел посмотреть, сколько стоит, допустим... Мы можем печеньку продавать за 9 тератокенов. Микросхемы 25, это 70... В общем, ткань это сейчас самая оптимальная, самая дорогая, это термоядерная энергоячейка. Единственное, что я заметил, это то, что моя шелковая ферма почему-то работает не так, как я запланировал. Дроны отсюда не забирают шелк для производства ткани. Так, где у нас тут шелк? Вот, шелк отсюда забирается. И его несут сюда. Здесь все настроено. И из него производят ткань. Как бы вот. Здесь у нас проверяем. Тут тоже не настроено. Что это за дела такие? Все, вроде бы все настроил. И чтобы увеличить производство этих шелковых ферм, я планирую построить вот такую штуку. Оптимизатор машин, который повысит производительность машин. Единственное, я обсидиан. Смотри-ка, у обсидиана иконка изменилась. Он же был раньше другой формы. Или я путаю обсидиана с другой игрой. Его тут ранее вообще не было. Ох ты, нифига себе, лягушонок. А ты че так далеко забрался от своей стайки-то? Тут мухи вкуснее, что ли? Лягушатня где-то там вообще далеко. А вот еще лягушки тоже бродят. Ладно, короче, я поехал искать обсидиан. Ранее этого ресурса не было. Он появился, скорее всего, с новым биомом, а именно лавовым. Итак, что же ты для нас приготовила, лава? Ой, как красиво тут ночью-то. Вон, смотри, вот это вот это не обсидиан. Так, стоп. Вот это вот это обсидиан. А, это иридий. Походу здесь нет обсидиана. Возможно, он в другом месте. Либо нам нужно зайти куда-нибудь поглубже. Но самое главное, это не упасть в лаву. Потому что здоровье превыше всего. Так, вот это вот что-то похоже на обсидиан. Очень похоже. Вот же он, обсидиан. А что в ящике у нас? Забираем. Пригодится когда-нибудь чего-нибудь. Причем обсидиана здесь достаточно много. Скорее всего, есть и обсидиановые метеориты. Здорово, что его здесь просто огромная куча. Лавовые жабы? Обалдеть. Возьму их икорочку, буду выводить у себя. Они такие сидят беспалевные, не двигаются. Специально, наверное, чтобы я их икру не спер. Надо посмотреть, сколько я уже обсидиана набрал. Тут... О-о-о. Тут приличное количество... О, суперсплав еще. Короче, надо рюкзак расширять. Единственное, я только не знаю, как это сделать. Потому что рюкзак у меня по максимуму прокачан сейчас. Так, очень хочется попасть в этот корабль. Но это сделаем чуть позже. Это что за личинка у нас? Необычная личинка. Давай заберем. У нас сейчас упор на производство. Поэтому первым делом запустим его на полную мощность. А потом начнем изучать биомы. Смотри на пальму. Смотри, смотри, сейчас она подрастет. Опа! Забавно. При мне прям взяла и выросла. Ну что ж. Начнем строительство нашей... А, нет, не начнем. Подожди, надо вот это все как-то высвободить. Вот это вот мы забираем все. И вот теперь мы можем строить оптимизатор машин. Он здесь встанет? Он здесь встанет. Вот таким вот образом. Значит, смотри, он у нас сейчас не запущен, так как нет предохранителей. Это оптимизатор, он просто стоит как бы и на данный момент потребляет энергию. Смотри, время производства шелка у нас 200 секунд. Если мы сюда затолкаем первый предохранитель, это время должно уменьшиться. Так что мы идем сейчас заказывать первый предохранитель. Правда, я не знаю... О, ракета, кстати, улетела и должна бабки нам скоро привезти. Отлично. А это что, ракета? Не до конца загрузилась еще. Смотрим. Первый пред... Да блин, так неинтересно. Давай здесь посмотрим. Вот, первый предохранитель, который нам нужен, он стоит 5000. У меня всего лишь навсего пока 2500. Может, платы поделать, а не 25 тератокенов стоят. Товарищи лягушатники, я тут вам приточню. Нет, лучше я подальше этих лавовых жаб поставлю, а то вдруг они воевать тут начнут. Кто их знает? Подальше вот тут вот их разместим. Вот сюда вот и корочку. И вот они, наши лавовые жабки. Они, между прочим, знаешь, какой коэффициент? Да и смотри, 500! Коэффициент животных 500. А вот эти вот, они 150 дают. Да, 150. Так что надо побольше сюда лавовых тащить. Ой-ой-ой, ешеньки! К нам летит метеорит. И, по-моему, это кварцевый метеорит. И это будет нам сейчас на руку. Давай, падай уже шустрее. Нам очень кварц нужен. Как он медленно падает, елки-палки. Демонстрируя свою красоту. Или это обсидиан летит? Даже интересно стало. Слушай, если это обсидиан, это будет не очень круто. Хочу кварц. По цвету это больше похоже на обсидиан. Блин. Где-нибудь что-нибудь упало? А, нет, это кварц, это кварц, это кварц. Отлично. Пульсирующий кварц. Получены терра-токены, 200 штук. Это, видимо, прилетела ракета, что ли? Нет, не прилетела. Просто дали 200 терра-токенов. Странно. Ну, спасибо. За такую щедрость. Так, сколько я кварца набрал? Да прилично я кварца набрал. Он нам нужен, чтобы сделать термоядерную ячейку. Осталось только осмий. И термоядерную ячейку мы сможем отправить на продажу. Поэтому продолжаю собирать с метеорита кварц. Он нам сейчас крайне необходим для нашего обогащения. Вроде бы кварц я весь собрал, но обломки мешаются. И поэтому, чтобы обломки поскорее пропали, нужно слетать домой. И собрать осмий. Осмий, осмий, осмий. Где у нас тут? Вот он, осмий. Вот мы его берем тоже в таком количестве. И телепортируемся обратно. А метеорит как бы еще и не планирует исчезать. Что ж, по крайней мере, первую термоячейку я уже могу сделать. Даже несколько, я думаю. Вот. И все это мы сейчас отправим. Все. Три термоячейки у меня получилось сделать. Конечно, немного. Совсем немного я заработаю с этого. Наверное, вот сюда вот мы затолкаем. Раз, два, три. Я решил посмотреть на генетический экстрактор. Потому что тогда я что-то не обратил внимания. Я сейчас смотрю. И тут еще появилось три вида кварца, получается. Ну, пульсирующие мы его только что видели. Блазарный кварц и солнечный кварц. Все остальные ресурсы, как бы, мы их знаем. Интересно, а где же добывать эти кварцы? Солнечный не на солнце же лететь, правильно? Он где-то тут должен быть. Для телепорта ничего такого сверхъестественного не нужно. Кроме как термоядерные энергоячейки, которые мы тоже сделаем без проблем, в принципе. Пойдем посмотрим, как у нас тут с икрой дела обстоят. Может, что-нибудь интересное есть. Фитопланктон Б. В общем, знаешь, что? Я эти фитопланктоны увидел и подумал, что, может быть, мы тогда сделаем рыбовоческое хозяйство. Фитопланктон А нужен. А для аквариума Т2 фитопланктон А, фитопланктон Б и С. Вот, собираем эти фитопланктоны. Б нужно. С нужно. Где А-то у нас? Вот А. Все, притащил. Сейчас попьем водички. Похомячить бы еще что-нибудь. Жалко, ничего. С собой не взял никаких чипсиков. Значит, итак. Наше хозяйство рыбовоческое. Размещаем где-то здесь. Хоть рыбки у нас и плавают возле водопада. Вон их видно отсюда. А здесь рыбок нет. И мы будем этих рыбок здесь выводить тогда. Вот. Рыбовоческое хозяйство. Остается туда только икру какую-нибудь закинуть. В принципе. Вот странно, да? Вроде бы рыбы нигде нет, а у водопада она есть. С чего бы? Я же ее не разводил в озерах и речках. С чего она вон там вот плавает? Ладно, это не мое дело. Плавает и плавает. Я возьму икру и просто закину. Главное, вот икру сейчас найти. Где-то ж тут была икра. Вот. Вот эту вот икру берем. Она, конечно, не очень. У меня там в аквариумах. Кстати, у меня же в аквариумах вон там вот наверху есть отличные рыбки. Надо будет их сюда куда-нибудь. Да что такое-то? Почему я залететь не могу? Давай. Вот. Эй! Какого черта? Наконец-то. Эта икра 400 дает, да? Закидаем ее сюда. И вот рыбки поплыли теперь. В большом количестве. Зелененькие вот такие. Еще потом понаделаю этих хозяйств. И рыбы здесь станет много и разнообразной. Теперь нам нужно сделать аквариум Т2. Он может быть на весу. Вот так вот. Либо где-то в воде его можно даже поставить. Аквариум в воде. Ну, давай сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. То есть, если я вот так вот... Ой! Это я слишком низко его сделал вообще. Ну, кстати, прикольно смотрится. Я думаю, что на воде он и должен стоять на самом-то деле. Сейчас. А если вход из-под воды сделать? И вот мы заходим. Прикольно. Но, так как купол у нас наполовину под водой, вот эта часть не должна быть в воде. Потому что, видишь, тут вот ходить нужно. Ладно, мы сейчас это все разберем. Короче, я думаю, что где-то вот так вот надо делать. Блин, еще метеорит летит, что ли? Ну-ка. Во! Отличное место. И теперь двери. Двери. Все, мы можем... Ну вот, смотри. Вот теперь все нормально. Остается только сюда рыбу запустить. Ракета эта так и не улетела, да? Что, у нас с шелком проблемы какие-то или что? Почему последний шелк сюда не могут приторабанить? Потому что вот эту ракету загружает. Ясно? Так, последний шелк сюда. Все, давай. Лети и привези нам денюжки. А я бегу вот сюда, к нашим рыбкам. А где у меня тут вход-то вообще? А вот он. Значит, рыбоньки мои. Что у нас тут? 400-400. Где-нибудь какая-нибудь мощная икра есть? Похоже, что... Вот 500. Вот эту икру возьмем. Значит, наш компьютер. Закидываем сюда три икры. Вот. И он начинает производить. Все. Наши рыбки здесь плавают. Это здорово. Совсем забыл про метеорит. Вот тут, который рухнул-то. Елки-палки. Ну, если бы тут был кварц, он бы, скорее всего, уже исчез. Забегался с этими рыбами. Эх, ну ладно. Я думаю, что я большую часть кварца все равно собрал с него. Так что не страшно. Предлагаю, короче, сходить на корабль, который в лавом биоме. И, может быть, мы там найдем еще и денюжки. Ну что, кораблик, настало время тебя изучить. Откуда ты? И что ты из себя представляешь вообще? И надеюсь, что в него можно войти. И это не обломки. Вроде как огромное судно. Так что войти мы должны туда. Хочу проверить, что будет со мной, если я встану на лаву. Сильно много здоровья. Ничего. Со мной ничего не происходит. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Поджарился. Когда уже бошку скрыл. Короче, мой костюм меня защищает, Но до определенного времени или... Сейчас, подожди, подожди. Вот я постою вот так вот. Вроде нормально, да? Но если башка моя туда окунется, то будет больно. Даже? Да. Короче, до головы я могу ходить в лаве. Ясно. Я это учту. Извините меня, простите. Надо было проверить. Ух ты ж, елки-паки, чуть туда не упал. Чуть не обосрался. Как зайти-то в этот корабль? А, ну вон, через нос. Здесь нос, я думаю, что... Сейчас. Вот как-то так вот надо здесь заходить. Упал-то, как он грамотно, да? Даже не перевернулся вверх тормашками. И что мы тут имеем? Компьютеры. Тут надо компьютеры. Ну, системные блоки или как они там называются. Сервера. Надо разбирать, и я получу с них платы. А платы стоят 25 токенов вообще-то. Здесь вроде бы нечего разбирать. Поэтому идем дальше. Включаем фонарик и погнали. Надеюсь, что тут нет термоядерного реактора. А если есть, то придется делать термоядерную батарейку, чтобы открыть закрытые двери. Тома разбираем. Ну, дайте уж пройти-то. Так, серверов пока не наблюдаю. Десять ящик с чем... Вот они, сервера. Разбираем. Отлично. Платы будут. Зашибись. Мест, правда, маловато. Надо будет сейчас повыкидывать. Это железо. Все. Выкинуть, выкинуть. Образец бактерий тоже выкинем. Он нам не нужен. Остальное все пускай будет пока что. Тут не пройти. Надо с другой заходить с стороны. В ящики посмотрим, что там у нас. А погоди, я что-то такое ощущение... Можно как будто разобрать, да? Вот, вот, вот тут. А, это на ящик я так навожу. Окей. Посмотрим, что в ящике. Стержни, конечно же, забираем. Семь аллирмы нам не нужно. Бактерий нам тоже не нужно. Тут дверь закрыта. Что, пойдем вокруг. Здесь прохода нет. Вот сюда нам. Разбираем. Ну, давай, быстрее уже разбирайся, блин. Вроде бы уже нет. Да, пройти не могу. Вот, стенка мешает. Все, мы здесь. То есть, там только что мы были. Еще ящик. Ракетный двигатель. Да вы что? Вот и место я забил. Сейчас это-то выкинем. Так. Больше ничего интересного, кажется, я тут не наблюдаю. Ну, серверов нету. Вот эти штуки не разбираются. Ага. Тут у нас круглый стол. Что-то тут сидели, обсуждали, чувачки. Зря я, наверное, разобрал балку. Я потом запутаюсь, где я был, где я не был. В ящичках ничего интересного. Тут у нас что? Обсидиан есть. Вот это вот все надо бы собрать. Все удобрения. Блин, ну как я так? Ну как я так лоханул? Нет, вот это вот красное давай возьмем. Пойду, короче, разгружаться. Че? Я еще и хавать хочу, и пить хочу. Ёлки-палки. Все очень плохо. Мне по-любому надо было бы сейчас уходить. Иначе я подохну тут. Выбежал и потерялся. Хорошо, что у меня тут есть вышка. Я по ней сориентировался. Нифига себе. Это же предохранитель оптимизации. Блин. Че? И как? Давай, короче, сиолит. Выкинем, а вот это вот возьмем. Ничего себе. Поехали, сейчас его и проверим. Это же... Опа-на. А тут у нас бункер есть. Надо запомнить это местечко. И вернуться сюда. Жрать охота! Очень жрать хочу. Ивентарь полон. Торт я же могу съесть или нет? Тортик, я тебя могу съесть? Блин, торт не естся. Плохо. Значит, за фасолькой. Поехали. Телепортируемся. К нам домой жрать фасоль. Домик, домик, домик. Фасольки, баклажанчики. Где же вы мои... Во, во, во. Тут фасоль где-то... Фасоль где-то должна быть. Она прям хорошо так восстанавливает все. Во! 416! Денег нам привезла торговая ракета. А я ем фасоль. Фасоленька моя. Вот еще возьму на всякий с собой. Возвращаемся. И такое ощущение, что скоро метеорит упадет. Так, а где ракета? Ракета. Мне интересно, если я буду стоять здесь. Ракета на меня приземляется? Опа, она уже приземляется. А, меня подвинули. Ну понятно. Чтоб я тут не мешался. Все ясно, я понял. Итак, проверяем. Смотрим, значит. 200 секунд у нас производства шелка. Я сейчас вставляю сюда предохранитель. На нем написано, он сокращает время генерации предметов. Это то, что нам нужно. Вот мы вставили. И смотри-ка. Генератор работает. Оптимизатор подсвечивает шелк. А это значит, что все вот эти вот шелковые генераторы, они сократили производство до 160 секунд. Это здорово. Это очень здорово. Нам нужны еще такие генераторы. Вернулся к этому ящику. Забираем все с него нафиг. И пойдем слазим в катакомбы. В бунгер. Глянем, что тут у нас. Ага. Будем еще глубже спускаться, по всей видимости. Семена фасоли. Да нет, не буду я брать. У меня и так семена фасоли хватает. Интересное местечко. У-у-у-у, красиво как, а. Обалденно. Термическое стекло, которое выдерживает даже температуру лавы. Знаешь, это на что похоже? Это похоже на лавовую лампу. Только здесь настоящая лава. Хорошо. Что мы тут имеем? Есть вода. Это же вода? Которую забрать я не могу почему-то. Можно почитать сообщение. В этом новом месте немного теплее, чем в предыдущем лагере. Но я все равно отчаянно мерзну. Прошло два дня с тех пор, как у меня закончилась еда. Я скучаю по родным. Мне так одиноко. Я потерял всякую надежду. Скоро опять перебираться на новое место. Мне страшно снова выходить на улицу. Там так темно и холодно. Напоминаю, что нас сюда сослали, потому что мы заключенные. И должны терраформировать эту планету для богатеньких, наверное. Или те, кто нас сюда ссылают, не думали, что мы справимся с терраформацией. И это просто как бы билет в один конец. Как красиво дождь здесь идет. Текстурка, конечно, не очень крутая. Но если не всматриваться, то выглядит это прикольно. Снова возвращаемся в корабль. Посмотрим, что еще он себе таит. Так, мы были где-то здесь. Да, да, да. Вот сюда вот мы прошли. Вот это вот я хотел собрать. Цветок. Ну, давай цветок соберем. Это заберем. Это заберем. Тут еще у нас вот есть ящик. О, мы такие... Деньги! Мы нашли деньги, здорово. Сразу же их активируем. Так, мутагены, мутагены, мутагены. По большому счету, эти мутагены очень легко делаются. Может, зря я их беру. А, ладно, если что, выкину. Сервера. Разбираем. Вот они так стоят. Я мог бы их и пропустить. Возможно, я где-то уже их и пропускал. Тут вот нет серверов? Нету. Так. Комната... Пилота, наверное. Я не знаю. Или криогенная. Нет, на криоген это не похоже. Здесь у нас что? Здесь я был. Здесь я все собрал, да? А, нет, не все. Вон там вот еще ящичек. Очень много запертых дверей. Сейчас на второй ярус пойдем. Блин, и вот опять я все забил. Ладно, не страшно. Там мы были же, правильно? Вот тут вот. В этой части. Ну, тут вроде бы землей так все засыпано, и ничего не видно. Есть там что в ящиках или нет? Да, вот это вот мы тоже разберем. И сразу скинем балласт этот. От разбора. Ну, все. Лезь гову наверх. Наверху у нас поджидает длинный туннель. И сюда мы не пройдем. Короче, я думаю, что здесь есть термоядерный реактор. Который нужно будет активировать, чтобы открыть другие двери. Это у нас что? Семена шанга. 150. Нет. Я не буду брать это. Блин, вот это вот разобрать, и можно платы получить. Но нам почему-то не дают это разобрать. А жалько. Очень жалько. Ладно. Идем дальше, поглубже. Разобрать обломки. Я думал, что я вот это разберу, а разобрал что-то другое. Какие-то другие-то обломки. Надо тогда выкинуть это все дело. Вот тут комнатушечка есть. Цветочки. О, еда. Давай еду заберем. И сейчас мы ее съедаем сразу. Семена дерева ленифолия. Выглядит, кстати, забавно. Наверное, заберу. Интересное деревце. Так. Тут у нас заперто, но туда... А, и там... А, не, можно туда пройти как-то. Просто дверь заклинил. Тут мы были. Да? Вот это вот семена шанга. Это же я выкинул. Ух ты. Метановый. Ну, метан надо бы забрать. Хотя мы и так его можем произвести. А вот и термоядерный генератор. Придет... О, да сюда и две батарейки еще нужно. Нифига себе жирно как. Немноговато ли вы просите? Давайте... Тут вниз спустимся. А, так я отсюда пришел. Оказывается, под богом этот термоядерный реактор был. Метана тут дофига валяется, но братья его... Уже некуда его брать. Вот лучше я плату, наверное, возьму. Метан оставлю. Мутаген. Мутаген повыкидываю. Пускай он тут валяется. Плата возьму. Раз. Плата. Два. С таких больших серверов и всего чуть-чуть-то плат. Не интересно так. Все, получается, корабль зачищен. Остается принести сюда батарейки, чтобы открыть закрытые шлюзы корабля. Опаньки, лягушечки. Вы мои родненькие. Я у вас икриночку свистну. Сидят такие в пустыне и совсем одни на своем маленьком уазике. Уазике. Уазисе. Ну что, ракеточки мои, загружайтесь тут потихоньку. Че у тебя тут сколько шелка-то уже? О, скоро полетит. А у тебя че? А сюда не возят. Сюда не возят. Надо, кстати, проверить. Сюда почему не возят. Спрос есть. Стоит. Скорее всего, пока вот эту не заполнят, эту тоже не заполнят. Ну, понятно. Так. Раз вот эта ракета у нас быстрее полетит, мы сюда тогда двигатели скидываем. И платы. И все. Эта ракета сейчас у нас отправляется. Ага. И сюда тоже самое делаем. Иридиевые стержни тоже отправляем. Как бы, почему нет. Урановые тоже закидываем. Стержень из суперсплава нет. Я его, пожалуй, не буду никуда отправлять. Пойду лучше микрочипы заюзаю, посмотрю, что мне откроется. Должно же что-то на них быть записано. Вот мы это сейчас и проверим. Так. Расшифровать чертеж. Получен новый чертеж, микрочип, закрепление чертежей Т2. Вот еще у меня чертеж. Получен новый чертеж, икра лягушки Афаэ. Класс, наверное. Еще один чертежик. Расшифровываем. Получен новый чертеж, микрочип, карта. Классный микрочип. Хочу его, хочу, хочу. Но это надо на базу нам возвращаться домой. Сейчас. Сбегаем домой. Где у нас этот производитель-то, куда я его сумму? А, вот он. Так, микрочипы, значит. Вот. Обсидиан, алюминий, алюминий. Сейчас сделаем его. Зачем вот этот микрочип? Позволяет закрепить рецепт крафта щелкой правой кнопкой мыши по объекту, чтобы закрепить его. Ну нет, это нам не интересно совсем. Закреплять рецепты. Алюминий нужен. Алюминий. Вот тут вот у меня есть. Вот. И, в принципе, все. Карту мы сейчас сделаем, значит. А куда я впих... А, есть место у меня, да, под карту? Здорово. Вставляем. И как, и что, где мне карту на М нажимать? О, да! Класс, у меня теперь карта есть в моем кармане. В любом месте могу ее открыть и посмотреть. Единственное, знаешь, что нету? Меня. Меня как стрелочки. А если я сейчас выбегу? Если я сейчас выбегу, вот тут вот где-нибудь встану. Наверх поднимусь, чтобы ничего нам не мешало. Или тут давай посмотрим. Меня видно будет, нет? Не, меня тут не видно. Совсем меня не видно вот тут вот на краешке. Жалко. Ну, ничего. Ничего страшного. Вот она икра лягушки Афея. Нам нужна просто обычная лягушачья икра, чтобы ее произвести. Скорее всего, наши лягушки-то не производят икру. Что-то я туплю. Такую икру нужно искать где-то. Ребят, вы производите икру? Нет? Хьюл. Нет, эти лягушки не производят икру. Обычную икру надо искать где-то на планете. Где-то ж тут пыли и маленькие оазисы с лягушками. Ой, какая красота-то здесь. Рядом с моим домом. Может быть, тут где-нибудь есть лягушечки? Хотя, не верится. Обычно лягушки где-нибудь в болотах появляются. А тут довольно-таки чистая водичка. Пресненькая, я бы даже сказал. Можно же попить. Вот так вот. Тут у нас что? О, 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 о. Прям вообще. Так, мутагены мне не нужны. Бактерии. Мы просто бактерии собираем. Цветок. Тут тоже ничего не нужно мне. Лягушки. Мне нужна обычная лягушка. Мне нужна ваша икра. Где вы тут есть? Опа. А, ну это, наверное, мои лягушки. Таким отрядом куда-то прыгают. Кстати, в водопад тут не забежать. Ничего тут от нас не скрыли. Кстати, лягушкам не обязательно быть у воды. Помнишь, как мы недавно нашли лавовых лягушек? Где-то там вообще глубоко... Ого, это клевер. Глубоко в лавом биоме. Где не было воды, и они так одиноко там сидели вдвоем. У своего маленького лазится. Блин, какая тут красота. Ёлки-палки. Вот это я терраформировал планету. Так терраформировал. Необыкные бабочки летают. Прям как в сказке какой-то. А я тут хожу и лягушек ищу. Лягушки! Эй-о! Опа! Нифига себе, у вас тут столпотворение. Вы что тут медитируете на гору? Пойду посмотрю, что у нас тут. О! Генетическая особенность. Вставьте его в генетический синтезатор, чтобы создать новое существо. Информация о генетических признаках. Рисунок кожи. Четыре. Нифига себе, заберем. Вот это вот тоже заберем. Места нету. Все. Все, беда. С местом беда. А, вот эту штуку съем. Это заберу. Еще бы вот этот забрал. Давай, короче, вот этот вот цветочек выкинем. Вот так вот. Ну и все, у меня лягушащая экрана никуда не поместится вообще. Ну я, по крайней мере, тут последую что-нибудь еще. Может, найду что-то интересное. О, кораллы. Нифига себе, подводный мир. Оу. Оу. Красота какая. Сабнатика начинается, ребята. Все, мы переходим в новую стадию игры. Подводную. Класс. Красивенько. Блин, у меня шкафчиков уже не хватит, наверное, сейчас. Тут забито все. Пойду, короче, это все в корабли толкать, продавать. Что я сюда-то пришел? Все на продажу. Все на продажу. Получен новый чертеж, генетический синтезатор. Открылся новый какой-то. У меня же был генетический синтезатор, разве нет? Так, вроде бы я все, что можно продавать, скинул. А, это разные чертежи. Квазарный кварц и магнитный кварц. Елки-палки, еще два разновидности кварца. Что у меня по деньгам там вообще? 4 тысячи. Еще косарик нужен. Еще косарик для предохранителя. Короче, надо вернуться домой, взять микрочипы. У меня тут дофига же их было, вроде бы как. Я их куда-то понатолкал, надо найти только. Во, вот они, вот они. Вот они все, их, короче, собираем. Ну, сколько можно было. И пойдем изучать компьютер. Компьютер у меня наверху. Компьютер. Давай, расшифровывать. Получен новый чертеж, переработка. Большой шкаф какой-то напоминает больше. Новый чертеж, сигнальный фонарь. Получен микрочип, закрепленный чертеж. Третьего уровня. Получен новый чертеж. Опа, для строительства что-то интересное там. Фонарик-то третий. Можно будет поменять. Что, все? А, ну все выходит, мы все изучили. Понятно. Все, микрочип этот тогда отправляется до следующего обновления. Пойдем посмотрим, где эта штука-то, елки-палки. Вот здесь. Значит, закреп нас не интересует. Разборка Т3. Позволяет быстрее разбирать предметы. Но нужен магнитный кварц и блазарный кварц. Это что такое? А для фонарика Т3 нужен солнечный кварц. Все ясно. Я понял. Я потом как-нибудь в другой раз приду. Я, короче, сгонял за ресурсами и решил еще парочку шелковых ферм поставить. Надеюсь, что они будут работать вместе с этой штукой. А-а-а, нифига себе. Написано, что можно оптимизировать 8 механизмов, но что-то как-то вот эти вот не оптимизировались нифига. Короче, достроил еще шелковых генераторов. И я сейчас думаю, что нужно разобрать вот эту штуку. Сейчас мы ее разберем. И заново построим. А, надо изъять. Надо изъять вот эту штуку. Вот мы ее разобрали. И заново ее здесь строим. Так. Ну-ка. Вставляем. Во! Все, заработало. Просто немножечко заглючил. Все, у меня получается 8 механизмов, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь механизмов. Все, у меня теперь шустрее, намного шустрее. Будет производиться шелк. Надо единственное, только знаешь что, поставить, что здесь у нас производится шелк. Его нужно забирать отсюда. Еще один домик для моих лягушатных. Вот так вот. Живите! Решил, короче, вернуться снова в это красивое место и взобраться вот на этот самый высокий водопад. Может быть, меня там ждет золотой сундук? Вот мы сейчас это и выясним. Ох ты, сундучок на втором ярусе. Блин, сейчас сундуки такие богатые. Просто как будто в какую-то пещеру богов заходишь, и там такой золотой огроменный сундук тебя лежит и поджидает с сокровищами. Что, нам чуть-чуть совсем осталось подняться наверх. Еще один водопад. Наверное, бабход надо. Я вот, если честно, даже не знаю, сможем ли мы туда забраться. Ну, сейчас проверим. В общем, на водопад мы будем забираться, скорее всего, через водопад. Вот через этот вот, возможно, если получится. Тут вот. Блин, давай, 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 давай. О, выкинь, вышло! Ничего себе. Водички только теперь попить надо. Очень пить хочу. А, прикол. Дальше нас не пускает. Почему-то. Почему-то нас дальше не пускает. Невидимая стенка. Ну, по всей видимости, значит, на самый верх мы не взберемся. Там нам делать, видимо, нечего. Какой же тут красивый вид-то, а? Обалденный. Хотя бы только ради этого сюда стоило забраться. Я думаю, именно здесь мы и закончим. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, а то не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще этого не сделал. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok